Более 80% всех предприятий будут использовать российское программное обеспечение к 2030 году. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Масштабный форум завершился сегодня. Наша съемочная группа работала в центре события. О главных темах конференции из Нижнего Новгорода расскажет мой коллега Дмитрий Житарчук. Итак, завершается ежегодная конференция «Цифровая индустрия промышленной России». Напомню нашим зрителям, что это площадка, на которой ведущие компании страны и мира делятся опытом внедрения искусственного интеллекта в разных сферах. В сфере, например, сельского хозяйства, строительства, ЖКХ, телекоммуникационных технологий и так далее. Напомню, что президент в свое время поставил задачу работать в этом направлении активнее, тем более, что это выгодно. В правительстве уже подсчитали, что искусственный интеллект в следующем году позволит нашим российским компаниям сэкономить до 1 триллиона рублей. Из конкретики что обсуждали? Ну вот, например, сегодня представители разных отраслей активно используют голосовые помощники. Ну это как Алиса в умной колонке, только здесь помощники не помогают подсказать погоду, а помогают эффективно работать специалистом. Взять, к примеру, сельское хозяйство. Уже разработан электронный дублер агрария, его зовут Иван. Так вот, сегодня фермеру достаточно взять с собой любой гаджет в поле, сфотографировать, ну, например, почву или какой-то росток и спросить у Ивана, что, собственно, происходит, почему не колосится рожь, например, пожухла капуста, и Иван тут же выдаст все оптимальные решения о том, как улучшить урожай, подскажет, какое заболевание у растения, если оно и есть стиль, например, чем подкормить почву, как поливать и так далее. То есть это такой онлайн-помощник, не выходя с боли. Полезно, учитывая, что многие наши регионы находятся в зоне рискованного земледелия, в том числе и Кировская область. Ну, а проблемы аграриев, напомню, что это и наши с вами проблемы, все мы это замечаем по ценам в магазинах. Но вот как идет процесс цифровизации в сельском хозяйстве, давайте посмотрим. В убывательском представлении, что фермеры – это люди, не привыкшие работать с электронными и цифровыми технологиями, поэтому это в первую очередь образование, образование новым технологиям, для того, чтобы и сотрудники сельского хозяйства, и IT-индустрии, которые помогают разрабатывать эти решения, имели все необходимые знания и компетенции. Обсуждали на ЦИПРе и импортозамещение, говорят, что уже через 6 лет 80% наших компаний отечественных перейдет на отечественное программное обеспечение. Но в целом, как я слышал от коллег-журналистов, которые, скажем так, более погружены в сферу IT, в целом есть ощущение того, что импортозамещение действительно идет в сфере программного обеспечения в том числе. Этим, правда, сейчас занимаются госкорпорации, гиганты. А пошло бы дело лучше, так считают некоторые эксперты, если бы к делу подключали малое предпринимательство. Но, правда, им в этом необходимо помогать. И, как говорят на ЦИПРе, правительство услышало эти сигналы.